Всем привет, друзья! Сегодня очередная подборка новостей Дома-2 за последние сутки. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Поклонники просят Федю Стрелкову рассказать хоть что-то интересное про его отношения с Кобелевой. Федор Стрелков и Анита Кобелева проводят отпуск вместе, но то ли он получился таким скучным, что им даже рассказать нечего, то ли они разъехались каждые по своим делам и отдыхают в соответствии со своими предпочтениями. Поклонники просят своих любимцев поделиться хоть чем-то интересным, что можно обсудить, но в ответ тишина. Стрелкову совершенно нечего рассказать. Молодые люди выложили всего несколько фото и видео, не смогли написать ничего интересного, кроме рекомендации посетить красивые места или восхищения теми же красотами и друг другом. На проекте так и не научили их, как создавать интересный контент. Сохранив свои аккаунты, участников ребята отправились отдыхать. Казалось бы, пользователей можно забросать яркими и интересными фотографиями из обычной жизни на фоне красивых пейзажей. Но даже на это Кобелева и Стрелков не способны, хотя пользователи им прямо пишут, что хотели бы видеть больше обычных снимков и реальной жизни, а не красивых картинок. Первые дни Анита и Федя более активно высказывались об отпуске. Потом все ресурсы красноречия исчерпались, и они затихли. Поклонникам быстро надоели восторги пары из-за катания по горам на сноуборде, а ничего нового так и не появилось. Есть ли смысл оставлять пару в новом шоу, если они так и не смогли заинтересовать зрителей? Если даже преданные поклонники тактично просят разнообразить контент, то что говорить про других, кто просто наблюдал за парой в эфирах, их всегда не жаловали. А в обновленном шоу, где обещают более интересные сюжеты и другое наполнение эфиров, они тем более не нужны. Или исправятся ребята и еще покажут что-то интересное. Ира Пингвинова разрешила Диме Чайкову видеться с дочерью. Ира призналась, что разрешила Дмитрию видеть свою дочь, но все равно недовольна, что он не сидит с ребенком весь день. Ей хочется, чтобы Чайков был рядом круглосуточно, заботясь о малышке. При этом решал финансовые проблемы, и не заводил других отношений. Так как Чайков не соответствует ее представлениям об идеале, проблемы и обиды продолжаются. Бывшая участница продолжает жаловаться на Чайкова, которую по-своему видит общение с ребенком. Раньше Ира говорила, что запретила Диме приезжать к дочери. Теперь призналась, что в день, когда малышке исполнился месяц, он все-таки приезжал, привез ей подарок и играл с ребенком. Пользователи уверены, что Чайков гораздо чаще бывает рядом, просто в сториз Ира его не показывает. А Пингвинова не сомневается, что Чайков уже нашел себе девушку, устраивает свою личную жизнь и жалуется на нее. Хотя пока что все видят, что она жалуется, высасывая претензии буквально из пальца, начиная со своего ухода от него из-за нежелания молодого человека помогать ей готовить. В день рождения дочери Чайков разозлил Иру тем, что провел с капризничающей малышкой всего полтора часа и засобирался домой, сославшись на необходимость работать и большое количество дел, которые нужно решить в течение следующего дня. Поклонницы Иры принялись возмущаться вместе с ней, но нашлись и те, у кого другое мнение о происходящем. Ире советует прекратить давить на жалость. В конце концов, ничего страшного с ней не произошло, а с такой поддержкой государства и миллионом от телестройки можно неплохо жить, потихоньку развивая соцсети. А еще лучше помилиться с Чайковым хотя бы на уровне обычного общения ради дочери и не выворачивать каждую его фразу наизнанку, выискивая там обиду и подвох. Скоро в эфире обновленное шоу Бородина против Бузовой. Пока телезрители гадают, на каком канале продолжат существование Дом-2, в каком формате и с каким составом, шоу Бородина против Бузовой продолжат с 15 января выходить в эфир. Сейчас же решается вопрос об обновлении студии ББ. Как говорит продюсер шоу Татьяна Светлова, дизайн студии надо поменять, ни к чему эти золотые украшения, все оттенки красного и другие яркие цвета. Надо переходить к минимализму, так что с 15 января шоу ББ в эфире будет выходить в других декорациях, более спокойных и приятных для глаз. Что касаемо участников шоу, то на поляне оставлен резерв из участников Дома-2, которые в обязательном порядке должны присутствовать в студии. Ведущими будут Бородина и Бузова, Кадони будет изредка появляться. А вот по темам, как говорит та же Тилаева, недостатка нет, работы не початый край и рассуждать о кризисе жанра нет причин. Кто будет первым подвергнут разбору на шоу Бородина против Бузовой, скоро узнаем. Тем более, что на поляне среди оставшихся участников произошел раскол и есть темы для обсуждения. Рудаков и Галимова расстались, показав этим, что любовь у них проектная. Ромашов и Бухенбалты серьезно поссорились. Возможная причина – Юлия Белая, которая после длительного отсутствия появилась и уже опубликует свои фото. Естественно, Кристина Бухенбалты устроила Ромашову сцену ревности, покинула поляну, а вот Юлия Белая – кандидат на первые эфиры ББ. Скоро закончатся новогодние каникулы, соберутся все оставленные в запасе участники и Купина вернутся, которые решили задержаться в Сочи до 15-го числа. Тогда будем смотреть обновленное шоу «Бородина против Бузовой» и, возможно, что-то прояснится по поводу продолжения Дом-2 в новом формате на другом канале. Новости от Максима Колесникова и Настя Стасевьят могут добить Алену Савкину. Пока личная жизнь Алены Савкиной, мягко говоря, не клеится, Максим Колесников более чем счастлив и наверняка даже не вспоминает экспассию. Ни для кого не секрет, несколько недель назад Максим, вернувшийся на шоу после расставания с Аленой, вновь отправился за ворота. Правда, на этот раз в паре с одной из ярких участниц Анастасией Стасевьят. Несмотря на то, что многие пророчили Насте и Максиму расставание, влюбленные до сих пор вместе, более того, их отношения вот-вот выйдут на новый уровень. Так, под бой курантов, колесников, пусть пока и не официально, сделал избранницей предложение руки и сердца. В сеть попали кадры, на которых Максим говорит Стасевьят о своем желании стать семьей. В планах бывшего участника телепроекта расписаться уже в этом году. И, судя по реакции Анастасии, она готова сказать «да» и отправиться под венец. Ольга Рапунцель демонстрирует свою хозяйственность и умение готовить. Зачем бросили в социальных сетях обсуждать намерение Ольги Рапунцель вести кулинарный блог и обсуждать новогодний стол семье Дмитренко. Почитав мнение в сети, бренд Дома-2 теперь демонстрирует свою хозяйственность и умение готовить сториз, опять доказывая, что она не только я же мать двоих детей, но и прекрасно справляется с домашним хозяйством. Раз уж выяснилось, что бесплатные и нарочные ресницы, то ли из-за простуды Рапунцель, то ли из-за отказа от бартера их сделать, украшать Ольгу больше не будут, то в естественном виде доказывает бренд, что способна и поесть семье приготовить и выжить за периметром Дома-2. Еще одна тема, которая волнует антифанатов семьи Рапунцелей – продолжается ли грудное оскорбливание младшей дочки Софии? Ведь набор продуктовых предпочтений кормящей Ольги явно не учитывает влияние на ребенка. Помидоры, жареный картофель и селедка – рациону кормящей мамочке. Разве в самый раз? Уводит ли она прикорм для малышки или эта тема пока приберегает для своих поклонников? Рапунцель умалчивает, только выполняет свои обещания Дима Дмитренко, старательно снимая подвиги жены на кухне. Хейтеры интересуются, с какого дубля удачно получилось, а поклонники одобряют старательность Оли Рапунцель, так и не дождавшись от нее кулинарных шедевров. Ольга Бузова мотивирует Безуса на участие в Доме 3. Отлично научился многому на телепроекте Дом 2. Бывший участник – Леша Безус, который очень надеется, что появится на телеэкранах и Дом 3, обязательно с его участием. Ведь мотиватором Леши выступает сама Ольга Бузова. Тяжелые времена настали для Леши в наступившем году. Вопрос с квартирой остался в подвешенном состоянии. Еще и проблемы с буллингом в социальных сетях возникли. Якобы хейтеры его атакуют, и лишился рекламы в Инстаграм из-за теневого бана. Пришлось срочно ловить хайп на той моральной поддержке, которую ему оказывала Ольга Бузова, объявлять фонограммную певицу своим кумиром и надеяться на Дом 3. Вдруг там вторая Милена Безбородова объявится, ведь вынужден признать Безус, что ему надо дочери помогать, а в собственной жизни после Дома 2 трудности все нарастают. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также не забывайте подписываться на мой канал. До скорых встреч!